День защитника Украины 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 День доказывают, что есть те люди, на которых можно опереться. И поэтому мы хотели именно волонтерскими усилиями провести этот флешмоб. Мы помогли аппаратурой, мы помогли какими-то организационными моментами, но в общем все это было сделано на волонтерских основаниях. И более того, даже инструментальный оркестр, который симфонический, который присутствовал и играл музыку. И Никита Рубченко. Это все люди, которые на волонтерских основаниях провели этот прекрасный флешмоб. Для них это было неожиданно. Не было предупреждения о том, что будет этот флешмоб, потому что флешмоб по сути своей это неожиданность. Как правило, должна быть приятная неожиданность. И мы, когда начали играть музыку, начали стягиваться с нескольких сторон люди. Было порядка 300-350 человек участвовало в этом флешмобе. Начали выходить солдаты вначале, раненые на улицу. Начался, может быть даже остановился операционный процесс, я не знаю. Но с девятого этажа, с последнего, с операционного, тоже смотрели хирурги, смотрели операционные сестры. Со всех палат тоже выглядывали раненые, многие плакали. Было очень душевно, так знаете, чувственно. Плакали и участники флешмоба, плакали и раненые. В общем-то, получилось очень здорово. Впереди выборы городского головы, и у вас уже какая-то программа намечена. Что вы собираетесь делать? Как вы считаете, насколько эти планы возможно воплотить в жизнь? Мои планы основаны на том, чтобы сделать власть более прозрачной и более приближенной к народу. Это не громкие слова, это дорожная карта, это план действий. Дело в том, что за все 25 лет независимости Украины власть все время отдаляется от народа. Все время формально, даже формально уже перестают общаться. То есть нет у нас громадских слуханий, нет у нас референдумов по животрепещущим вопросам развития. Потому что референдум можно проводить не обязательно общенациональный, можно проводить городской референдум. Когда у нас последний раз был городской референдум? Я тоже такого не припомню. Может быть его и никогда не было. Общественные слушания, которые являются обязательным для принятия важных решений в жизни города, тоже если и проводятся, то очень формально. Стратегия развития Харькова принята кулуарно, не обсуждаясь с обществом, с громадой города. Поэтому, основываясь на принципах гражданского общества, максимального вовлечения гражданских организаций, инициатив гражданских, экспертов, экспертных сред, разрабатывать и поддерживать план развития города, стратегический план развития города. О каких экспертах или активистах, возможно, идет речь? Кто прикладывал руку к созданию этих планов? Насколько это люди, знающие свое дело и специалисты в своем деле? Мы исходили из того, что есть семь направлений развития города. Основных, их на самом деле больше, но основные, которые можно скомпоновать между собой, это семь направлений развития города. Мы предложили для публичного обговорения эти семь направлений. Пришло порядка 300 человек на стратегическую сессию. Каждый мог выбрать себе направление. Но в то же время люди объединились, и еще одно направление было определено. Этим направлением было гражданское общество как раз. То есть это уже показатель того, что люди понимают, что гражданское общество у нас, во-первых, недоразвито на самом деле, а во-вторых, оно нуждается в том, чтобы максимально на него опиралась громада, опирался город. Поэтому семь направлений, которые были предложены, там участвовали эксперты, абсолютно свободные от политических убеждений. Это не обязательно наши поклонники, это не поклонники самопомощи, это люди, которые знали о том, что будет такое обсуждение. И это обсуждение было абсолютно открытым, анонсировалось за две недели до того, как состоялась стратегическая сессия. Поэтому эксперты были высочайшего уровня, на мой взгляд, чтобы их не рекламировать самопомощь через громкие имена. Я не буду, наверное, их называть, будет некорректно. Но те идеи, те мысли, те смыслы, которые были произнесены и легли в основу нашей программы, они были просто потрясающе красивыми. Ну вот, кстати, буквально сегодня сообщает Радио Свобода о данных опроса проведенного Международной фундацией избирательных систем в Украине в конце сентября этого года по заказу агентства США USAID. И данные таковы. Большинство украинцев, 74% недовольны действиями власти в вопросе ограничения влияния олигархов, а 67% граждан Украины считают, что украинская власть не прилагает усилий в борьбе с коррупцией. Вот это основные вот такие проблемы. Плюс 8% респондентов считают удачными реформы в юридической и правоохранительной сферах, а 40% участников опроса признались в даче взяток в течение последних 12 месяцев. Вот такие интересные данные опроса. Однако выходить на третий Майдан люди не планируют. То есть какой-то вариант это именно как раз создание вот этого гражданского общества. Ну оно, наверное, уже все-таки есть, но нужно его расширять и делать более активным. Поддерживать и на него опираться. То есть все реформы должны опираться прежде всего на гражданское общество. Потому что без поддержки, без общественного консенсуса мы реформы не проведем. Вот по поводу олигархов и борьбы с олигархами, я могу сказать, что очень важным моментом, который мы будем продвигать в работе как городского совета, как областного совета, так и на посту мэра, это вопрос демонополизации. Потому что олигархи создаются тогда, когда есть монополии. В конкурентной среде очень тяжело за короткий срок стать олигархом. Все-таки Украине не так много лет, чтобы в конкурентной борьбе у нас родились олигархи. Если мы возьмем весь список наших так называемых олигархов, то там только те люди, которые имеют монополии, имеют монопольное положение в металлургии, в химии, в сельском хозяйстве, в тех базовых отраслях экономики, на которых опирается сейчас и ВВП Украины, и экспорт Украины. Вы фиксировали уже случаи применения админресурсов в Харькове, и конкретно, может быть, в чем они проявлялись? Безусловно, у нас нет условий для того, чтобы не применять админресурс. Все позволено, и позволено потому, что не было ни одного случая доведения уголовного дела до логического конца. Ни одно уголовное дело не было передано в суд, нет человека, который бы получил срок какой-нибудь условный, неусловный, неважно какой. Нет приговоров по нарушению избирательного процесса. А как вы понимаете, избирательный процесс – это, можно сказать, единственная на сегодняшний момент форма воздействия общества на власть. И ограничение избирательного процесса, ограничение права человека на принятие решений, а потом на сам процесс голосования – это самое важнейшее, наверное, ограничение для человека. Это, можно сказать, преступление против и народа, и государства. Поэтому те нарушения, которые мы сейчас видим, они, можно сказать, логичны, исходя из той ситуации, которую мы имеем 25 лет. Ожидаемые. Ожидаемые, да, они не логичны, они ожидаемые совершенно, наверное. Это использование общественного транспорта, это использование остановок общественного транспорта, стеклянных выходов из метро, это использование жилых зданий. Дело в том, что жилое здание, даже если эта сторона без окон, не может быть использовано для политической агитации без согласия всех жителей этого дома. Я знаю подъезды, где висят плакаты, опросов не было. Поэтому такого вида агитация, она является незаконной, и это использование админресурса, потому что остановки общественного транспорта, сам общественный транспорт является муниципальной собственностью. Далее это так называемое гречкосейство, правда сейчас гречка у нас выросла, она стала размером с картошку, поэтому раздача картошки, раздача аптечек является тоже нарушением избирательного процесса. Мы это видим на каждом шагу. Это сочетается с тем, что все-таки довольно большое количество харьковчан не доверяют политикам, многие еще не определились со своим выбором, и, соответственно, как вы считаете, что харьковчанам нужно принять во внимание и на что обратить внимание, делая свой выбор? Изучая биографии, возможно, изучая какие-то данные, изучая информацию в интернете, в средствах массовой информации. Я предлагаю сейчас обсудить вопрос, почему мы должны голосовать за новые лица. Дело в том, что когда меня спрашивают, есть ли гарантия, что новые лица изменят страну и изменят город, я могу сказать, что консервация старой системы – это гарантия того, что ничего не поменяется. Вот это можно гарантировать, что если мы изберем те же лица, которые на протяжении 20 лет самовоспроизводятся, наследуют должности, это гарантия того, что мы останемся в том же состоянии, а это состояние пике, это состояние, которое ведет к катастрофе. Поэтому, если мы говорим о новых лицах, которые обязательно должны рассматривать, мы должны рассматривать как социальный лифт для них, это вопрос их дел. Что они сделали? Являются ли они экспертами? Являются ли они людьми, которые сделали какой-то результат своей жизни? Или это просто трибуны, которые всю жизнь просто говорили? Таких тоже достаточно. Новых лиц много, но надо выбирать из тех, кто есть человеком дело, а кто есть просто демагог. Я предлагаю именно на это обратить внимание, что человек из себя представляет, является ли он успешным человеком, является ли он образованным человеком. Вот исходя из этих факторов и делать выбор. Есть ли уже какие-то проявления нечестных способов ведения избирательной кампании? Возможно, вы видите какие-то возможности срыва выборов или фальсификации? На сегодняшний день мы видим ситуацию с областной территориальной избирательной комиссией. Областная территориальная избирательная комиссия является независимым органом, который отвечает за проведение выборов в Харьковской области. И решение, которое принимает территориальная комиссия, является окончательными и возможными в обжаловании только в суде. Нет над ними начальника, нет над территориальной комиссией начальника, которым считает себя центральная избирательная комиссия, которая пытается помешать нормальной организации процесса в области, был не зарегистрирован оппозиционный блок в Харьковской области. Оснований для того, чтобы его не зарегистрировать, было минимум три. По каждому из них можно говорить о том, что абсолютно справедливо блок не был зарегистрирован. И, кстати, обновленный состав обл. избиркома принял то же самое решение, не зарегистрировал. Дело в том, что любой человек, который читает закон, даже не являясь юристом, он понимает, что это абсолютно законно. Но центральная избирательная комиссия, которая была избрана еще со времен Януковича и по каким-то причинам президент Порошенко не хочет ее менять, имеет свой взгляд на закон, имеет свой политически заангажированный взгляд на этот закон. Вы призвали даже распустить центральную избирательную комиссию. Не приведет ли это к еще большему хаосу? Вы знаете, если хаос вносится в неправильные дела, или может внестись в неправильные дела, то я считаю, что можно даже пойти и на такое. Вот когда говорят, например, о том, что если мы распустим суды, то кто будет нас судить, то я говорю, зачем нас судить все время неправильно и иметь возможность обновить суды, поставить туда новых людей, у которых есть шанс судить нас неправильно. Поэтому избирательный процесс, имея такую разветвленную систему в виде территориальных избирательных комиссий, окружных избирательных комиссий, я думаю, что может быть абсолютно самоорганизован. И поэтому избирательную комиссию точно нужно распускать, потому что, во-первых, она подлежит иллюстрации по закону иллюстрации, во-вторых, она действует с превышением своих норм и прав и полномочий. А фракция «Самопомощь в Горсовете», насколько она может сотрудничать в будущем составе, как вы считаете, с остальными фракциями, и с какими-то, ну, может быть, если у кого-то там больше будет, да, большинство какое-то, насколько эффективны будут ваши действия и решения, как вы сможете договариваться? Мы будем опираться на гражданское общество, как я уже сказал. Поэтому все, что будет нужно или выгодно гражданскому обществу, громаде города Харькова, мы будем продвигать, будем поддерживать, независимо от того, какие фракции и какие политические силы будут это предлагать. Если нас будут поддерживать в наших начинаниях любые политические силы, мы тоже будем это приветствовать. Но входить в коалиции ради власти мы не будем. Коалиционное соглашение должно быть подписано. Если нас приглашают в коалицию или мы кого-то приглашаем в коалицию, то мы на берегу должны договориться о правилах игры. Так, как сделала фракция «Самопомощь» в Верховной Раде, и поэтому сейчас свободно себя чувствуют, мы договорились на берегу, что есть стратегические цели, есть конкретные законы, которые мы должны принять. И если мы пошагово все выполняем, тогда мы в коалиции. Если мы не выполняем, значит мы не в коалиции. Поэтому вопрос прописывания всех правил игры на берегу, исследования им, это для нас критично важно. Это самое главное. Может ли быть такой вариант, что вы будете не согласны с какими-то решениями и блокировать работу Горсовета? Я не исключаю такой вариант, если эти решения будут приводить к тому, что мы будем скатываться в те времена, когда у нас все замонополизировано, если мы будем скатываться на уровень сепаратизма, если мы будем скатываться на уровень непризнания центральных органов власти. Поэтому в этом, в принципиальных моментах мы будем действовать очень, может быть, даже агрессивно. Но это не значит, что бытовым вопросом мы будем блокировать и признавать деятельность такого уважаемого органа, как Горсовет или Облсовет, недействительный. Поэтому, конечно, до этого мы скатываться не будем. Будет ли второй тур выборов городского головы? Эксперты склоняются к мысли, что это дело буквально нескольких процентов, а неопределившихся все-таки гораздо больше. Как вы считаете, насколько вероятен именно второй тур и каковы ваши шансы в нем? Я уверен, что это вопрос не нескольких процентов, это вопрос минимум 10%. 10% мы, я думаю, что за короткий срок 10% никто не сможет набрать, прибавить к своему рейтингу. Более того, у действующего головы есть большой антирейтинг, на который повлиять тоже тяжело. Поэтому второй тур неизбежен. Это мое глубокое убеждение. И во втором туре практически предопределен второй тур, как мне кажется. Дело в том, что все кандидаты в мэры, которые сейчас выдвинуты и участвуют в выборах, они действуют и в своей риторике говорят о том, что они действуют против нынешней городской власти. Никто не поддерживает нынешнюю городскую власть. Поэтому все голоса, которые будут отданы за всех кандидатов, это голоса против действующей городской власти, которые никогда не перетекут к действующему городскому голове. Ваша позиция относительно евроинтеграции и роли Харькова в этом процессе. Насколько действительно Харьков может стать городом европейским, объединенной Европой? У нас нет другого пути, кроме как идти в Европу и быть городом-мегаполисом, который конкурирует с другими мегаполисами мира. Если мы не хотим потерять город, как мегаполис, который предоставляет все виды услуг, который развивается динамично, который комфортен для жизни, то мы должны конкурировать с лучшими мегаполисами Европы. Не только Украины, но и Европы. Поэтому присутствие Харькова в Европе, присутствие Харькова при Европарламенте, при Еврокомиссии, присутствие Харькова в Вашингтоне, хотя бы на уровне небольших представительств, один-два человека, это обязательное условие для того, чтобы Харьков был интегрирован в европейскую жизнь. Мы должны знать, что происходит в Европе, а Европа должна знать, что есть такой город, как Харьков. Как сейчас, кстати, Харьков воспринимают в Европе, вы знаете? Харьков воспринимают как второй город в Украине. Украина считается, безусловно, бедной страной в европейском масштабе, а Харьков как второй город, не первый город, тоже обычная провинция Харьков считается. Хотя по размерам большой, полтора миллиона, очень удивляются люди, потому что не знают о том, что полтора миллиона оказывается такой город, и о нем не сильно известно. Но при присутствии Харькова в Еврокомиссии, при том, что мы можем создавать какие-то события, на которые мы можем приглашать европейцев, мы можем приглашать американцев, будет продвигать Харьков в известности в мире. Но любое событие, чтобы организовать, это большая работа, это большая логистика. К нам могут не приехать, потому что у нас небезопасно в городе, и небезопасно не из-за близости войны, а просто небезопасно в городе, потому что недостаточно хорошо работает милиция. И европейцам нужны также гарантии, наверное, прозрачности бизнеса и многих других моментов. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях был Тарас Ситенко, кандидат на пост Харьковского городского главы. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин